МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предпринимательство – экономическая деятельность, направленная на получение прибыли от продажи товаров и оказания услуг. Для этой цели используются имущество, нематериальные активы, труд как самого предпринимателя, так и привлеченные со стороны. Такое определение предпринимательству дает Википедия. Предпринимательство – важнейшее свойство рыночной экономики. В республике работают почти 50 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Треть занятых в экономике республики – работники реального сектора. В 2013-2015 годах на государственную поддержку малого и среднего бизнеса было направлено более полутора миллиардов рублей. Различными мерами господдержки воспользовалось около 22 тысяч предпринимателей. Это позволило создать дополнительно 3,5 тысячи рабочих мест. Годовой оборот малого предпринимательства в Чувашии не так уж мал – более 3 миллиардов рублей. На прошедшем 26 мая торжественном собрании, посвященном Дню предпринимательства, глава Чувашии отметил, что в 2016 году, несмотря на сложную экономическую ситуацию, объемы финансовой поддержки чувашского предпринимательства будут сохранены и составят порядка 312 миллионов рублей. Моя задача, главная задача заключается в том, чтобы у вас была уверенность, вы могли даже мощности своей наращивать, создавать другие направления предпринимательского дела, для того, чтобы появлялись новые рабочие места. Сегодня практически не осталось сфер, в которых не нашлось бы дело для малого и среднего бизнеса – общепит, торговля, услуги, строительство, электротехника и транспорт. Чувашские предприниматели вошли в число лидеров сводного рейтинга по индексу инновационного развития регионов России. Республика находится на пятом месте среди регионов России, а по значению индекса инновационной деятельности стала первой в рейтинге среди регионов Российской Федерации. Начать собственное дело самостоятельно – это риск, но в большинстве своем предприниматели не жалеют об этом. Занимаясь своим любимым делом, я получаю удовольствие. Я делаю добро людям, я помогаю им найти этот товар. Начиная с 1993 года, конечно, и мы не задумывались, что мы так будем заниматься. Тогда надо было взвивать, надо было поднять семью. Накануне Дня российского предпринимательства прошла встреча главы Чувашии с бизнесменами Республики. Тем для обсуждения было немало. Важным шагом стало подписание соглашения между Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и Кабинетом министров Чувашии о взаимодействии в сфере реализации инвестиционных проектов. У предприятий Республики появилась возможность получения льготного кредитования под 10-11% на сумму от 50 миллионов рублей до миллиарда и гарантийной поддержкой на сумму кредита свыше 200 миллионов рублей. Кроме того, активно реализуется подпрограмма о развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике. Приоритеты сдвинуты в сторону поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, занимающихся инновационной деятельностью и производством импортозамещающей продукции. Организации могут вернуть до 50% от произведенных расходов. В ходе встречи было также озвучено предложение о создании бизнес-окон на базе МФЦ. Кстати, в многофункциональных центрах помогают бизнесменам при открытии счетов, сборе документов и во многом другом. И предприниматели отвечают взаимностью. В Шумерле при финансовой поддержке бизнесменов многофункциональный центр переехал в новое помещение. Он оформлен в фирменном стиле «Мои документы» и здесь есть все, чтобы получить госуслуги. Зал ожидания и информирования, сектор приема, столы для заполнения бланков и даже комната для самых маленьких посетителей. Мария Албакова пользуется услугами многофункционального центра достаточно часто. Рассказывает, что новое помещение гораздо удобнее и функциональнее. Услугами МФЦ пользовалась, но когда располагалась в здании администрация. Сейчас, конечно, безусловно, очень приятно посетить новое здание и увидеть красивый интерьер. Конечно же, он отличается. Любую справку получить о составе семьи, стать как молодая семья. Очень удобно. Принцип одного окна. Ранее многофункциональный центр в Шумерле располагался в здании городской администрации. Там работали три окна. По нормативам на почти 30 тысяч жителей нужно шесть. В месяц в среднем мы обслуживаем 1300 граждан. Граждане приходят за разными услугами. В основном это пособия при рождении ребенка, получение снился, прописка, получение, замена паспорта, регистрация индивидуальных предпринимателей, получение выписок из лицевых счетов. Всего в новом МФЦ Шумерле будут оказываться 147 государственных и муниципальных услуг. Помещение оформлено в фирменном стиле «Мои документы», который принят во всех многофункциональных центрах по всей России. Везде установлено современное мультимедийное оборудование. Когда глава администрации просто предложил такую идею, а что, если нам все вместе сделать и открыть МФЦ, не было ни одной секунды сомнений, что это делать надо. Бизнес без этого не может работать просто, невозможно. Или идешь в регистрационную палату, или идешь в МФЦ. Но МФЦ – это быстро, это удобно, это очень хорошее дело. Это вообще 5 баллов нашему городу. Мы очень рады, мы довольны. И поэтому деньги, которые потрачены, они потрачены на нас, на наших горожан, на благоустройство города Шумерли. Это невысокие слова. Я знаю прекрасно, что если мы не будем вкладывать, то город жить не будет. Сами понимаете, любые вопросы, передавая в одно окно, она выходит легко, без всяких волокит. Шумерлинский центр – своеобразный пример государственно-частного партнерства. Такое взаимодействие продолжится. В начале года было подписано соглашение между федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг. 29 многофункциональных центров в республике, 232 окна открыты на базе модельных библиотек. И сегодня они все очень востребованы населением. Мы покрываем указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича, где мы должны были обеспечить 90% охват жителей республики услугами МФЦ в режиме одного окна. Сегодня по республике это показатель 94, то есть 94% жителей могут прийти, воспользоваться этими услугами. Услугами единого окна, муниципальными, государственными услугами. В Чувашии при методологической поддержке РВК реорганизовывается региональный венчурный фонд. Его цель – развитие инфраструктуры венчурного финансирования малых инновационных предприятий в регионе. Новая структура отличается от ранее существовавшей возможностью инвестирования в портфельные компании напрямую. Региональный венчурный фонд создается на базе фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере. Он был сформирован еще в 2006 году по модели государственно-частного партнерства при участии правительства региона. Сейчас фонд проводит поиск и отбор инновационных проектов ранних стадий развития, которые ведут свою деятельность в научно-технической сфере с потенциалом коммерциализации и неринейного роста. Новый фонд берет на себя обязательства по соинвестированию отобранных проектов. Максимальный объем вложений фонда в один проект за счет долевого и долгового финансирования – не более 16 миллионов. Обязательное условие – компания должна быть зарегистрирована и фактически вести свою деятельность на территорию Чувашской Республики. Приоритетными для инвестирования станут проекты, соответствующие основным направлениям стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики и Российской Федерации. Помимо инвестиционной деятельности, фонд на бесплатной основе проводит консультационную, экспертную поддержку инновационным компаниям, разработчикам, изобретателям, организовывает выставки, семинары, круглые столы, посвященные вопросам коммерциализации результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Субтитры создавал DimaTorzok